Этим летом более 15 тысяч детей смогли отдохнуть в лагерях дневного пребывания при школах. Больше половины из них с полным режимом дня. Еще более 7 тысяч детей участвовали в 36 сменах в загородных оздоровительных учреждениях. У всех них была разная тематика – творческая, техническая, спортивная или социально ориентированная. Программы составлялись для интереса участников с учетом методических рекомендаций. Воспитательная программа летних смен во всех лагерях разработана с учетом года семьи и нацелена на приобщение детей к традиционным семейным ценностям, на формирование патриотического воспитания, бережному отношению к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. Особенно востребованы в Самаре детские центры, курируемые городским департаментом опеки. В Лоском Артеке и Волжанке этим летом отдохнули более 2 тысяч детей, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья. Эти центры имеют всю необходимую инфраструктуру. Гостеприимность центров отмечают и на федеральном уровне. Так Волжский Артек вышел в финал Всероссийского инклюзивного конкурса. Волжский Артек стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 24-го года в номинации «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления». Большое количество мероприятий для детей прошли летом в учреждениях культуры. Это традиционные театральные постановки, встречи с людьми творческих профессий, мастер-классы, лекции, экскурсии, тематические праздники. Для юных спортсменов было проведено более 30 соревнований по 9 видам спорта, а также 13 массовых спортивных праздников с общим охватом почти 50 тысяч человек. Помогли атлетам и с организацией сборов и поездок на турниры в другие города. Также наши спортсмены выезжали в Нижегородскую, Пензенскую, Челябинскую область, Краснодарский край, Республику Татарстан и в Дагестан. Общий охват детей по этому направлению составил 3254 человека. Самарские подростки имеют возможность летом не только качественно отдыхать, но и попробовать заработать. Городская администрация сотрудничает с несколькими предприятиями, которые предоставляют трудовые места для юных самарцев. Они могут работать только летом, либо продолжать и во время учебного года, но строго по графику, который не мешает учебе. Они и дальше продолжают работать, до конца года их будет больше, потому что они предустраивают также в свободное от учебы время, то есть после учебы ребенок может прийти, ну и, понятное дело, на каникулы. Также обсудили и планы на 2025 год. Специалисты будут разрабатывать новые форматы взаимодействия с детьми, а сами учреждения будут отремонтированы. В частности, работы запланированы в загородных лагерях «Заря» и «Куйбышевский». Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.